В целом пенсионеров в Сочи стало в пять раз больше. Связывают это с привлекательностью курорта и с благоприятными условиями проживания. Сегодня их в городе 118 тысяч, и практически каждому здесь ищут и находят особый подход. Это сложная работа, конечно, что там говорить. Но несмотря на это мы справляемся со своими задачами. На сегодняшний день мы выплатили 4 миллиарда 578 миллионов пенсий и других социальных выплат. А сбор у нас составил 5 миллиардов 987 тысяч. То есть пообеспечили на сегодняшний день своих пенсионеров. Дважды в этом году была проведена и индексация социальной и трудовой пенсии. В среднем пенсионеры стали получать на тысячу рублей больше. Повышению, конечно же, рады, но еще больше клиентам пенсионного фонда приятно доброжелательное отношение. Сотрудники этой организации просто обязаны быть клиентоориентированными, отмечает глава города. Как вы считаете, как у нас клиентоориентированность в пенсионном фонде? Очень хорошо, все удобно, все обращается, главное, хорошо. Это даже дороже. Вот это и есть клиентоориентированность. Отмечают посетители пенсионного фонда и отсутствие очередей. В помощь сотрудникам здесь работает терминал электронной очереди. Записаться на прием к нужному специалисту можно и через интернет. Об условиях обслуживания граждан говорил сегодня и Анатолий Пахомов. Главная задача сотрудников – учитывать возрастные особенности людей. Работники пенсионного фонда – это те люди, к которым обращается каждый житель Сочи, будь то по налоговым сборам, как я сейчас увидел, получению материнского капитала, правильному начислению пенсии. Все это к вам. Для многих людей, особенно пожилых, именно вы – лицо государства. Поэтому очень важно быть приветливым и тактичным с каждым, кого нужно принять, выслушать, объяснить. Я очень хочу, чтобы мы вот эту клиентоориентированность довели до 100%. Потому что, хочу сказать, я как и глава города это хочу, и как ветеран труда теперь уж. Потому что рано или поздно я буду вашим клиентом. Клиентоориентированность пенсионного фонда связана с новым проектом городской администрации – гуманитарная олимпиада. Что же касается получения услуг, отметил градоначальник, то со следующего года это можно будет делать и в сочинском МФЦ. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.